Возбуждать. Именно так переводится этот греческий термин. С ним связывают все проблемные состояния. Плохой сон, лишний вес, перепады настроения и даже любовь. Которую, кстати, многие приравнивают лишь к химической реакции. Что на самом деле управляет нашей жизнью и можем ли мы это изменить? Меня зовут Алина Панфилова и сегодня ближе к телу. Гормоны. Почему одним хочется плакать при виде пуклого щеночка, а другие готовы ломать стулья от спонтанного порыва гнева? Как отвязаться от сладкого и что происходит с организмом, когда хочется рожать в 45? В этом выпуске выясняем, какими бывают гормоны и как научиться с ними жить без вреда для здоровья. Впервые термин «гормон» был использован в работах английских физиологов Уильяма Бейлиса и Эрнеста Старлинга в 1902 году. Исследователи ввели его в ходе изучения тремя годами ранее секретина – гормона, регулирующего поджелудочную железу. Сейчас в науке известно более ста веществ, вырабатываемых железами внутренней секреции, которые регулируют обменные процессы в теле. Действительно, мы живем на гормонах. Весь наш организм зависит от этих химических веществ, которые в микроскопических дозах управляют всеми нами. Органами внутренними, эмоциями нашими, адаптацией к окружающим в среде, любовью управляют гормоны. Например, нехватка тестостерона напрямую ведет к увеличению объемов талии. Отсюда и животики после 35. А использование гаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, который, поступая в кровь, сигнализирует организму о необходимости погружаться в сон. Гормоны – это биологически активные вещества, которые передают информацию от органа к органу. При этом даже очень малое количество гормонов способно вызвать значительные изменения в их работе. Гормоны отвечают за ключевые процессы организма, такие как метаболизм, развитие, половую функцию, артериальное давление, циклы сна и многое другое. Свою работу гормоны начинают еще до рождения человека. Сначала прогестерон подготавливает организм женщины к беременности. Он отвечает за поддержание и тонус гладкой мускулатуры матки. При появлении эмбриона на 11 неделе начинается процесс формирования половых признаков. Х-хромосома запускает развитие половых желез по женскому типу, который вырабатывает эстроген. А Y-хромосома, соответственно, развивает мужские половые железы, с которыми связан тестостерон. Именно за счет тестостерона он становится мальчиком, у него развиваются яички и так далее. А вот если по какой-то причине нарушено выделение гормонов во время беременности, во время уплода, во внутриутробном периоде, развивается патология пола. И тогда этот ребенок рождается уже с признаками двуполости. Потому что если нет тестостерона, в природе проще сделать девочку. И поэтому вот если идет какая-то поломка, то будет развиваться по женскому типу. Хотя он может иметь мужские половые признаки. Один из самых мощных пиков выработки гормонов приходится на подростковый возраст – 12-13 лет. Виновники этого – эстроген и тестостерон. Половое созревание – один из самых сложных периодов, когда спокойный доселе ребенок вдруг внезапно портится. Бурная реакция на привычные замечания, агрессия, смена интересов. Внутренним переменам подыгрывают и внешние. Усиливается потливость, появляются акне. У мальчиков ломается голос, растут борода и усы. У девочек формируются молочные железы и увеличивается масса жировой ткани. Процесс выросления у ребенка нередко сопровождается психологическим дискомфортом и непринятием собственного тела. Очень часто запускается от абсолютного невинного комментария, как говорится, тебе бы можно похудеть, или ой, какие хорошенькие щечки. То есть, казалось бы, комплимент, но девушка воспринимает это именно как сигнал к тому, что пора что-то поменять в своем теле. То есть, может начать себя морить изнурительными диетами, чрезмерными физическими упражнениями, отказом от питания, какими-то очистительными процедурами, вызывание рвоты, например, либо прием каких-то диуретических средств, то есть для того, чтобы похудеть. С подобной проблемой столкнулась Полина. В школе, тогда еще семиклассницу, часто дразнили из-за лишнего веса. Сначала девушка отказалась от сладкого, мучного, жареного, перешла на пищу на пару, а затем потеряла контроль и перестала питаться неделями. Полина подсела на форумы для худеющих и даже завела дневник, куда записывала калорийность еденных продуктов и мотивирующие цитаты. За считанные месяцы девушка потеряла 25 килограммов и приобрела булимию – психическое расстройство на фоне нарушения пищевого поведения. У меня начали выпадать волосы, крошились ногти, у меня постоянно были головокружения. Меня приходилось поддерживать за руку, если я куда-то шла, потому что я могла потерять ориентацию, у меня в глазах темнело и было очень страшно иногда. Но я считала, что это нормально, что это значит, что я быстро скидываю килограммы, и эта легкость, такая эйфория, она накрывалась полностью с головой, и поэтому я не могла остановиться. В девятом классе Полина перешла в другую школу, где встретила Машу, которая боролась с тем же недугом. Мы начали как-то поддерживать друг друга. Сначала мы просто сидели на диетах каких-то вместе, отказывались от еды в столовой, а потом мы уже поняли, что это билет в один конец, и лучше будет, если мы вместе попробуем выздороветь и избавиться от этой проблемы, а не будем ее просто оставлять так, как она есть. И сейчас уже все отлично. Я думаю, что мы пережили этот непростой этап, и что психотерапия действительно помогла. Сейчас девушки довольны своим телом и не отказывают себе даже в сладостях, которые долгое время были под запретом. Кстати, о сладком. Откуда взялось расхожее клише, что сладкоежки самые счастливые люди на свете, а шоколад поднимает настроение? И почему нас так сильно тянет на сладкое? Давайте разбираться. Все дело в гармонии радости. Когда сахар усваивается организмом, он активирует так называемые центры вознаграждения в мозге, высвобождая гормон дофамин. Именно благодаря ему мы предпочитаем горькой еде сладкую и испытываем удовольствие. Подобная механика помогала первобытному человеку выживать. В дикой природе сладкий вкус в большинстве случаев указывал на безопасность пищи, а горький – на вредность. Но на эволюцию грешить не стоит, ведь по большей части привязанность современного человека к сладкому – момент чисто психологический. Молодец, съешь конфетку. Была хорошая девочка, хорошим мальчиком – на тебе шоколадку. То есть у нас сладкое – это вознаграждение за то, что ты что-то сделал, справился. То есть и во взрослом возрасте очень часто эта привычка остается. Если был плохой день, куплю себе шоколадку, поддержу себя, что я молодец. Съем эту шоколадку, счастливо на ночь. Да, то есть мне станет радостно, счастливо с этим и спать. Другой способ испытать целую палитру гормональных вкусов – влюбиться. Во влюбленности участвуют сразу шесть видов гормонов – дофамин, адреналин, серотонин, тестостерон, эстроген и эндорфин. Они заставляют поэтов слагать оды скульпторов, боять тела возлюбленных, а музыкантов писать гимны, будучи почти глухими. И неудивительно, когда человек влюбляется, его мозг вырабатывает столько же гормонов, как под воздействием наркотиков. Ну, отчасти, конечно, гормональный фон имеет влияние на состояние любви, так скажем, да. И это больше не про любовь, а про состояние влюбленности и влечения к друг другу. Потому что любовь – это более такое большое понятие, и нельзя сказать сто процентов, что да, любовь – это химия. Любовь строится годами, любовь – это психологический такой процесс, на который много что влияет. А вот сексуальное влечение – уже полностью компетенция гормонов. Гормональный фон – это отражение нашей физической системы. Ее нарушение ведет за собой и проблемы с сексуальной функцией, причем виновником здесь может стать любой гормон. Например, при снижении тестостерона падает либидо, а чрезмерная выработка гормонов стресса, адреналина, норадреналина и кортизола чревата перебадами настроения и депрессией. Если есть гормональные проблемы, то сексуальное здоровье страдает, потому что у нас еще организм так устроен. Вот эта функция сексуальная, она очень энергозатратная. И как только мы заболеваем физически или психологически, он эту функцию отключает в силу того, чтобы энергию потратить на исцеление, так скажем, себя. А теперь рассмотрим несколько устоявшихся утверждений о гормонах и узнаем, справедливы ли они. Правда ли, что есть особых гормон неверности, который склоняет людей к изменам? Нет, это миф. Скорее, есть гормоны верности – окситоцин и вазопресин, отвечающие за нежность и привязанность. Они начинают вырабатываться у счастливых влюбленных, когда их отношения переходят в фазу взаимной любви и уверенности в друг друге, что напрямую связано с верностью. Предменструальный синдром действительно существует или же это женская уловка? Это правда. ПМС существует. Дело в том, что женщина напрямую зависит от лунного цикла, ее менструального цикла, который длится 28 дней. Первые 12 дней – это то время, когда женщина находится в эстрогеновой фазе, имея высокое либидо и уверенность в себе. За следующую же фазу отвечают другие гормоны. Женщина нуждается в большем количестве сна, уединении и покое, ведь ее организмом планируется беременность. Правда, что есть люди, которые не подходят друг другу сексуально, даже если влюблены? Это правда. Выделяется три вида половой конституции – сильная, средняя и слабая. От нее зависит и потребность в сексуальной жизни человека. Половую конституцию можно раскачать, но в целом мы приобретаем ее при рождении. Замечали ли вы, что самые плохие травматичные моменты из жизни запоминаются лучше всего? Оказывается, во время стресса наши миндальны вырабатывают критичное количество адреналина и кортизола, а это приводит к улучшению функций запоминания разных переживаний. Артем – пилот российской дрифт-серии. До этого он выступал в зимнем виде дрифта, а с недавнего времени перешел на летнюю трассу. Несмотря на довольно опасный вид хобби, Артем имеет семью и вполне себе мирный вид заработка. Парень признается, что именно баланс экстрима и рутины в его жизни позволяет ярче проживать эмоции. Риспытываю ее всегда удовлетворение и адреналин, который получаю. Всегда он мне необходим, наверное, уже со временем пришел, потому что я уже к этому привык. И хочу кататься снова и снова. Когда приезжаю на трассу, сажусь за руль, включаю скорость, начинаю разгоняться, переключение, ручник, постановка. Все это круто, все это громко и очень эмоционально. Любопытный факт. Из-за долгого отсутствия в организме адреналина у человека может развиться депрессия. Однако сам гормон вырабатывается не только в экстремальных ситуациях. Некоторые люди имеют его прямо в ДНК характером. Нам известны они как обидчивые, вспыльчивые и порой раздраженные адреналинщики. С важностью гормонов определились. Но сколько живут гормоны? И есть ли у них свой век, и можно ли продлить его искусственно? С 30 лет мы стареем, и наши гормоны уменьшаются. Отсюда вывод, что для продления молодости можно выводить гормоны. Гормонотерапия – это очень хорошее направление, но оно должно быть грамотное. То есть есть показания, есть противопоказания. И просто вот прочитать в интернете, что вот мне поможет такой гормон, поэтому я его начну принимать, это неправильная установка. Впрочем, некоторые могут похвастаться гормональным здоровьем и после 40. Анна родила первенца в 32 года, а Глеб появился на свет, когда женщине было 42. По советским стандартам Анну табуировали бы как старородящую, но современная медицина предрассудки не поддерживает. Считала тоже, да, что 42, ну, не вариант, не нужно заводить детей. Сделали абсолютно все генетические исследования, УЗИ, то есть все, сказали все абсолютно хорошо, и врачи, наоборот, так позитивно настроены, что нужно рожать. Как беременность, так и роды прошли легко. Форму Анны пришла быстро, а уже спустя пару месяцев вышла на работу. Правда, пока дистанционно. Однако не стоит забывать, что организм после 45 диктует свои условия. Гормональный фон женщины меняется, наступает непростой период климакса. Время, когда половая система вырабатывает все меньше гормонов. Организм полностью перестраивается, поэтому здоровью в этот момент нужно уделить особое внимание. Гормоны бесспорно. Это сложная система, контролировать которую мы можем только отчасти. Но чуть больше знаний, и их выработку можно улучшить собственноручно. Например, поглаживание домашних животных простимулирует выработку окситоцина и сделает даже самого угрюмого человека немного добрее. А подарочный сертификат в секс-шоп подарит незабываемые ощущения вашей семейной жизни. Меня зовут Алина Панфилова, и сегодня ближе к телу были гормоны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok